Свидетельство обвинения Тритома и пир сатаны, репрессированных. Я у него там в гостях, едем на машине, а машина идет вот так вот холмами, холмами, не горы, а холмы. Ну едет-то быстро. Я говорю, дорога такая узкая, как настречу из-за холма. А он говорит, нет, это никак. Вон там рядом, видите, он показал там метров 20 в стороне, там ограда 33 метра. Там идет движение туда, а это сюда. Ну как-нибудь он попал сюда, да он не может попасть сюда. Машина-то этого не может, это вы как не можете поймать. Понять-то я говорю, ну как это не может-то. Все дороги, которые на эту дорогу ведут, они загорожены нельзя, они только туда, на ту сторону. А на эту, в этом направлении только. Что значит, говорит, ты здрастеющий человек-то, вот видишь как. На сестру-то Навалю посмотрел и ей говорит, а мы с ней на заднем сиденье сидим. Я говорю, ты все же, Володя, маленько потише, когда вылетаешь ты из этой, из ямы-то на следующий холм-то. Ну мало ли что. Володя, вернулся, засмеялся. И вдруг только он из холма вылетает, и настречу несется машина. Как он крутанул в сторону-то машину-то, а там прям чуть ли не одна колея какая-то. Там где-то мы едем по полям. Сразу остановился, вылезли на сестру и говорит, ты видел, какие у него глаза? Нет. Да он же или накачанный, говорит, или бешеный. Как он мог попасть? Его только на вертолете могли опустить на эту дорогу. Я говорю, я же тебе говорил про это. Не слыхал и не видал. Я кому расскажу, не поверят. И на такой страшной скорости гонит. В руль вцепился, и глаза стекленевшие. Я говорю, а я про это и говорил тебе. В жизни все бывает. И такое, о чем даже не знаешь. Вот я свидетель такого, и мы постояли, помолились, тогда сели и поехали. Маленько потише. Вот штука-то какая. А я, у меня племянник, не племянник, а Надежда Васильевна племянник. Позвонил где-то, он на дальнобойщик работает. И куда-то там заехали, мирный там, к мирному. А там начало таять, и они там застряли, ни телефон, ни чего. Но он вышел на мать. Ну, машины-то большие, там, фуры такие. Я не знаю, сколько их там человек застряли, и выхода никакого нет. Ну, что делать? Я говорю, ты собирайся сейчас, Надежде Васильевне говорю. Да поскорее маленько. Ты видишь, время-то уже пятый час идет. Скорее в эту. В МЧС рядом. Она на три минуты еще бы опоздала, не попала. Они взяли за это дело, в Иркутск позвонили. Там на них, как, завтра вертолет вызовем там и заберем. Если они не поедут, то это только пусть там и живут. Машины придется бросать. Мы их вывезти можем. Машину мы не вывезли. Там зимник. Там не вывезти. Они залезли, куда не надо. Видишь как? Я ему говорил, в прошлом году он застрял зимой, разогревал и заснул. И вспыхнул в кабине у него, у него руки, ноги, все обгорелое было. Вылечился, опять полез среди, ну, самую распутису. Скорее молиться. Молиться, молиться, молиться-то, молиться-то, разумно поступайте-то. Ну, МЧС, какие-то люди-то добрые прямо. Все данные все разобрали. Давай звонить, расспрашивать, выходить на них. Инатихич, и вот опять по этим, по канонам. А можно, к примеру, просто список сделать, вот, список канонов и, допустим, отметить их нарушаемые каноны? Ну, я дал по соборам. А по канонам это надо заново прорабатывать. Все, у меня этих данных нет, и все спалили. Я говорил дальше. У меня этого нет, у меня многого нет. Вернувшись, я заново начал делать работу, восстанавливать. У меня ушло несколько лет на это, наверное, на восстановление. А эти я и не касался, они... Я выдал общие данные. Любой, который я показываю, собор, ну, сам-то пусть он считает и видит нарушено, или что, он не видит, или кто, кто делает-то. Это надо знать каноны, и надо знать состояние в церкви. Состояние христианской жизни. Написан оглашенный изъедитель, они вывести не могут, ну, и что дальше толковать-то? А каноны... Это можно вот сделать, руководствуясь вот этой вашей книгой канонов, да? Почему мои-то книги? В книгах-то там, в общем-то, все это говорится. А речь идет о наказании за грехи. Этого никто не отменял. Вот, допустим, человек занимается колдовством. Ну, экстрасенс, Кашпировский. А он был крещеный, пришел, приравнивается к вольному. То есть, я заранее задумал, и пошел, и убил, зарезал. Это равнозначно. 18 лет отлучен на церкви. 18, а не 18 поклонов. Ну, а если я не это ничего, а просто лечился ходил. Вот, просто слушал, там он в телевидении выступал. На 5 лет отлучается. И это никто не отменял. А вот если я Кашпировского принял в дом, знаю, что он такой. Не лечился ничего, просто принял его, накормил там. На 2 года отлучается. Что толковать-то? Что я буду показывать, когда каноны прям так и гласят? Бери, считай, и ты увидишь. А они ничего не понимают. А у нас батюшка, он все время лечился, у Кашпировского смотрел. Да мне ваша бесовщина зачем нужна? Я тебе открыл каноны, которые называются Трубы Духа Святого. 6-й Вселенский Собор, 2-е правило. А они ни правил не знают, ни Библии ничего не знают. Я сейчас вам говорил по этой, ну, большая тема по житьям святым-то. Но у меня получилось, ну, крупно, все, как надо, я уже сделал это. Это вопрос синим, Слово Божие, где красным, стихотворение там таким бежевым какой-то там, сиреневым светом. Остальное как есть. Я уже почти 300 страниц прошел. Это 10-я часть. Если вот так буду, как сегодня, работать, через 10 дней будет готово. И мне нужно тогда будет подыскать часов, а я буду сидеть, комментировать. Это будет просто невыразимой силой будет материал. По 1173 житиям, по выбору, по тематике, вопросы. И мало того, маленько я разбавляю ответами. Это уж совершенно человек, не желающий спасения, только будет хвататься за то, что давно отмерло. Вопросы, 400 вопросов по житиям святых. Их никогда не было и не будет. Я утверждаю, просто ответственно за это. Никогда. А почему считают и кладут? Оно мертвое, мертвое, у меня они ожили, они заблистали всеми святами. А что, святые молились, как мы молимся, вот утренние, вечерние молитвы, я нет, говорю. Но я сказал, нет, доказательства нужны, доказательства. 20 житий святых беру, 20, из разных веков. Из них беру только молитвы святых, день, число, святой, вот три данных. А дальше, кавычки открываются, закавычены, и оттуда прям взято. Ни один на земле человек никогда не воспрекословит, даже ни одного, он должен сказать только, что он неверующий и не признает жития святых. Или признать то, как написано. Они молились своими словами. В молитвах называли своих мучителей по именам, как апостолы, возри на угрозы Пилата и Ирода. На сегодня, раз же скажешь, посмотри на угрозы Сталина, Ленина, Пиночета. Да нигде, никогда. Все замуровано, зажато. Вот мы были вчера в храме, в соборе. Это же архиеретский собор, главный в Алтайской епархии. Молитва. Что болит? Зубы болят. И вывышена Антипе. Молитесь Антипе. Антипа только по зубам, стоматолог. Значит, по глазам, которые, значит... А как они? Антипе, чем он прославился? Ему отрубили голову, а в голове есть зубы. По зубам-то отдельно не нашли. А по голове нашли. И при том библейский персонаж-то. А дальше все только на святых. На святых. Вот что-то у кого-то как-то, и они в житиях находят подобное. Вот католики нашли Исидора. Исидор – покровитель интернета. Ты даже не придумаешь. Вот собираются. А охота защиту иметь, а защита земная, она уязвимая. А вот бы заручиться поддержкой оттуда. Ну ладно. А кто? Патриарх Алексей Второй. Фигура довольно знаковая. Министр обороны Грачев. И вот они собираются и думают. А если ударят ракеты американскую, надо свои ракеты защитить. А защитить не могут. И кого они избрали охранять ракеты? Покровительница будет, великомученица Варвара. Римлянка, девушка, которая из Келли не выходила, из своего столпа. Столп назывался. И она будет охранять. А почему? У нее отец Диаскор гнался за ней, когда понял, что она христианка, и нельзя убедить-то. И она бежала к горе, и гора раскрылась. И она зашла, и гора закрылась. Вот это шахты, шахты ракетные. И они нашли в житиях похожее. И теперь она только сидит, будет горы раскрывать и закрывать. Я когда спросил военных, я говорю, вы знаете кто? Ну, как знаем, храм построенный во имя Варвары какой-то. Ну, Варвара великомученица. А то красавица была. Неописуемая. И вот она теперь будет только заниматься тем, российские ракеты. А ракеты называются Сатана. У нее больше заниматься нечем. Только она Сатану будет караулить. И это патриарх подписал. Ввели. И они сегодня Варвару, это Варвара окаянная. Ну, я их разгадал, что где-то. И они говорят, мы никогда не думали об этом. Вот как я объясняю, русский флаг. Единственный за мировую историю, имеющий земное и небесное толкование. Другого нет. Я нигде не считал. И ни один не воспрекословит никогда. И вот эта самая история. Исидор. А чем это известно? Как известно? А он, допустим, там почту, письмо кому-то перекидывал, там через ущелье, там, ну, камень привязал. К примеру сказать-то. Вот его и сделали. Это интернет маленько подальше, чем через ущелье. И он покровитель. Сразу его икону сделали. И все. Защитник. Вот сейчас как патриоты. Защитника от несправедливых олигархов. Вот от этих крохоборов, вот которые начальствуют-то. Кого они? И не могут никого найти. И, наконец, нашли Ивана Грозного. Его надо канонизировать. Ему надо молиться. Потому что он рубил дворянам голову, боярам. Он этих... Он за народ был, за народ. Он только рубил богатый док. Вот нам нужен такой правитель сейчас. Ну, правители могут убить. А надо, чтобы на небе он был-то. Ивана Грозного. И сразу икону нарисовали. И еще кто? Сталин. Сталин много дворян погубил. Его икона в храме уже стоит. Но это наша вера православная. В этом заключается. Страха-то если нет, тогда все можно делать. Что, расшифровал? Не ясно? Ну, так. Надо это самое. Я людям советую. Я говорю, вы прослушиваете два-три раза беседы-то и разговоры. Да. И его за один раз уловить нельзя. Вот, допустим. Люди интересуются канонами собора. Вообще-то никто не интересуется, не знает. Чтобы вот так вот. У меня было священники. Только для того, чтобы найти какое-то правило под меня подыскать. Вот только другого не было еще. Я говорил, как там собрались священники, там были. А вы тоже нарушаете. Я говорю, а как я нарушаю? А мы узнали, у вас сустав канон нарушения. Какой? Она написана. Севреями вместе не мысь, а в бане. Я говорю, а я вообще в баню не хожу и запрещаю. Если кто-то в баню ходил, в мирскую, то к себе в баню мы не пустим. Зачем нужно? Там всякие сифиличишные. Так вы еще в баню не ходите? Конечно, нет. Да, а то бы я пошел там с евреем мыть здесь из одной шайки. Да чего дурить это? Тогда они отступили. Это наш и второй канон. Что нельзя быть в корчме за одним столом. Или как там с евреями вместе. А я в корчму не захожу никогда. Ну а в дороге? Ну в дороге в магазине купил он. Я говорю, купили мы батон с братом. Сидим на скамейке в парке. И в снег макаем и жуем. В снег обмакнем, пожуем. И попы-то сели. Нету нарушения. Они подыскивались. А недавно это Сысоева, Даниила там эти. Ну кто, сотоварищи или кто они у него. А вы тоже нарушаете как. А в дороге, когда едете, написано, возьми с собой лопатку и зарой испражнения твои. Я говорю, что? Ну вы же без лопатки. Как? Я сфотографировался с лопаткой. Они так и все. Да вы что? Я говорю, ничего нет. На них у них чехольчик завязываем, вырываем. Потом зарываем и делаем по писанию. Отшатнулись и все. Они подыскиваются. У нас нет нарушений ни одного. А у них 400, 413. Перечислять-то не надо даже их. Зачем они меня искушают-то? Да ты любой. Я тебе показал вот в этом так. Вот допустим, апостольское правило. Допустим, 45 правил. К примеру скажу. Там не 45, а там 89, кажется. Из них 40 нарушается. Вот это больше половины. Говорит. Ну давай, смотрите, по порядку читай. Считай. Ты прочитал? Понял? Картинка перед глазами. А теперь скажи, в церкви так делается? Не так. Мы делали так. Взяли деяние апостолов. Пятая книга Нового Завета. И стали читать медленно-медленно. Каждое утро. Днем там когда. И мы читаем. И говорим. У нас так? Нет, такого нет у нас. Опять читаем так? Нет этого. Ну простое дело. Прощаются с Павлом, пастом, с апостолом. Ну, епископы говорят. Мы преемники апостолов. Ну ладно, давайте. Где Павел был, я буду ставить епископа местного. Ну, это вам честь делать? Ну, конечно. И прощаясь, они преклонили колени на берегу. Все вместе. И бросались Павлу, говорит, что падали на вы его, на шею и целовали. Могу я на шею епископу пасть и поцеловать его? Да никогда он не подпустит. Самое большее, что только руку подаст. Даже это, да, даже вот это невыполнимое. И он пришел, Павел, когда я рассказывал, до утра там не в тихо еще с окна вывалился-то. Чего епископа-то будет рассказывать-то? Сколько денег собрал? Больше он ничего не расскажет. А Павел говорил, а ему апостолы сказали, говорит, смотри, брат, сколько людей обратилось к Богу. И все они ревнители закона. Да кто обратился, какой ревнитель закона? У нас закон соборы. Они ненавистники, эти законы. О, законник там нашелся. Они меня костерят за эти каноны. Священники. Они их не знают, каноны. А когда узнают, пятятся от них. Они сплошь нарушают. Вот я дал пять прав. Пять. Пять канонов-то. Еще не ясно. Шестой Вселенский собор. Четырнадцать и пятнадцатого правила. В Диакона не раньше двадцати пяти. В Пресвитеры не раньше тридцати. Ведь по Диакону не раньше двадцати. А Диаконисту не раньше сорока. Пока не исполнится сорок. Тут наоборот в другом порядке. Что? Вы найдете сейчас священников, которым тридцати лет не было, когда рукоположили. Много найдете? Да начнем по порядку. Патриарх Алексей Бери во сколько? В двадцать два. А Кирилл это единственное, может, среди епископов. Даже в епископы раньше тридцати рукоположен. Они все беззаконные. Они все нарушители Вселенского собора. А на Вселенском было шестьсот тридцать епископов. Ну шестьсот тридцать со всего мира. Что-то значит или нет? Они ничего не значат. Они прихоти. А у нас некого ставить. Можно вставлю это в свои копейки? Ну как они оправдывают нарушение вот этого? Они оправдывают нарушение свободности. Я поясню, как они оправдывают. Они говорят, ну, надо кого-то ставить, у нас некого ставить. Так вот, малолетними-то забили все и некогда ставить. Канон. Каноны вообще даются они без объяснения. Просто так. Постись и все. А это объяснено. Ибо и Христос вышел на проповедь не раньше тридцати лет. Три десяти, как написано. Это выше Христа лезут. Его ставят и романах двадцать один год. И гумен там двадцать два, двадцать три года. Когда в Диахоны не раньше двадцати пяти. Я биографию знаю. Но редко-редко какой епископ правильно поставленный. Но единицы. А дальше. Седьмой Вселенский собор, третье правило. Я его не стал ставить. Если поставили в епископ и там священную должность через участие мирских властей, то там разрешали, проталкивали. Поставление не действительное. Он извергается. Он никто, он мирянин. А у нас сто процентов архиереев ставленники были КГБ. Сто процентов. Да какие мы, благодатные или нет? Согласно канонам, ни одного нет настоящего архиерея. Это подделка одна. Но я их признаю благодатными. Вопреки логике, вопреки канонам. Но не я же их ставил-то. Я говорю, зачем же ты соглашался? Вот отец Геннадий знал. Он не пошел раньше двадцати пяти, тридцати присвятера в Диаконы. Отец Аким у нас, он не пошел раньше. Вот у нас был здесь аэромонах Нафанаил. Он приехал, ему 23 года что ли было. Все. Ни благословения, ничего, сиди. Пока 30 лет не исполнится. Это, знаешь, такой компромиссный вариант-то. Он должен быть извергнут. Написано «извержен». То есть извержение, что непонятно-то. Вырвать с корнем и выбросить. Нет, ну вот, к примеру, вначале-то, когда дали церкви свободу, начать можно, я думаю, было такое допустить. Но сейчас-то уже недопустимо такое. Сейчас-то уже надо забыть об этом. Апостольское правило 50-е. Если крестить не в три погружения, да будет извержен. Вы найдите сейчас, который не крестит. Так, как попало. По-настоящему не хотят крестить. А зачем? Они провозгласили вот это извержение святостью. Безумие царствует на месте истины. Я должен соглашаться с ними. Что, про это не знают они? Это правило куда-то дели. Но книгу правил издали они, наконец. Московская патриархия издала через 72 года. Библию-то издавали, Новый Завет издавали. А правила нет. То есть они совершенно не знают их. Даже вообще не знают никак. Это выехать на дорогу, ни одного правила не знать. Это путь наш. Ну и по порядку. Зачем я ему буду давать правила? Спорить о том, нарушаются, не нарушаются. Когда Сергей Бурдин, дьякон, здесь стал за меня заступать, когда меня арестовали, он сказал, Игнатий предъявил вам предъяву, как говорится, обвинение. Ваше счастье, что Игнатий в алтаре не бывает. Он видит только то, что вы нарушаете наружи. А что в алтаре, то у вас делается там. Сидят на алтаре и выпивают, и курят. В алтаре на пистоле. Антимин заблеванный, без которого служить нельзя. Что? Нормально? Зашли в алтарь, а там женщина сидит, выпивает с ней, с женщиной. А курка в полтора ведра, говорит, вытащили из алтаря. Это что, доказывать законами надо? Такую собаку за хвост да в яму. И получишь награду. Тут нужен финис, который одним копьем бы пронзил все ее. Но мы в Новом Завете. Кто думал, что он сумеет эту бабочку, говорит, в гербаре отправить? И все, Бог снял поношение с Израиля. А тебе, говорит, вовек не забудется этот удар. Когда он зашел, они блудят. Он одним ударом приколол их обоих. И все. И поражение в народе кончилось. Кто-то должен выйти, пожертвовать собой. Один, другой, и дальше остановится. Зажались, боятся, за свою жалкую жизнешку трясутся. Вот у вас это великий дар, болеть. Бога дар. Учить надо у людей болеть и умирать. У Солженицы она хорошо описывается. Где-то на шахтах работает пленный японцы. Они бы не сдались, если бы император не дал указ, что армия капитулирует. Всем сдаться в плен. И они сдались. Сложили оружие, послушание такое, мертвое. У них особое питание. У них же желудок настроен. Рис. У них начальники, офицеры. Спускаться в шахту. Офицеры выходят. Тут офицеры стоят. Советские. Так. Наша не может. Есть. Рис надо. Какой рис вы, пленные? Рис надо. Рис будет? Ничего вам не будет. А они идут пять. Пятером шеренга. Первая пятерка шагнула и в шахту. Снова спрашивают. Рис будет? А эти еще не поняли ничего. Следующий махнул рукой в пятерку и все летят насмерть. Все. Харакири. Тогда сразу остановили. Все. Завтра рис будет. Работать некому. Вот когда мы на это пойдем, вот так, нам все равно. А Андрей Кураев говорил, если Игнатьеву все равно, ему плевать на все ваши доводы. Так говорит канон, так говорит Писание, он на этом стоит. А то он мне, говорит, не все равно. Я думаю, кто что скажет, что обо мне подумает епископ. Мне еще не все равно. И вскоре он на эту ступеньку ко мне уже заскочил. Ему теперь все равно. А то Бог услышал молитву, его слова. Так он открыто сказал, а много ли таких, как Андрей Кураев-то? Их трясучка бьет. Да меня сразу уберут, да меня... А кому ты нужен на этом месте-то? Трясешься за свою жизнешку. Отвергни себя, первый шаг сделай. И приготовься умереть, возьми крест. Ты уже готов. Надел. Я вчера был, я говорю, посчитал, там, ну, объяснение дают, как совершать правильное крестное знамение. Считаешь, они неверующие. Объясняет крестное знамение, это в лоб, в освящение, ума, на чрево. То говорили на грудь, добился все-таки, на чрево стали опускать. Написали на чрево, переделали. Это в освящение, чувств, там правое. Крест Христов, что ты объясняешь, мельничь-то, поп. Ты объяснишь, что это означает оружие, орудие Христово, спасение на Голгофе. Крест должен объяснять Христа, Его крест. Не наши чувства. Мы изображаем не чувства. А что означает? Господи, вот, это означает, ты глава всему, Бог от Бога, Бога истина, от Бога истина. И ты сходишь вниз, Господи Иисусе Христе, на чрево. То есть, ты родился через чрево Девы Марии. Причем тут мое чрево-то? Сыне Божий. То есть, правая, правая Одеснуя. И воссел Одеснуя, и престола поднялся. Помилуй меня, грешен, налево. На левой стороне будут козлы стоять. Это крест, ради чего Христос умер, за меня распялся. Они даже объяснения не знают, креста Христова. Они неверующие. И это они в отпечатанном виде дают другим считать-то. Такую морокку наводят. Я объяснил, тут трудно. Левой, так я объясню, все это поймут сразу. А это вот Троица, а это его два естества. На кресте ни Троица, ни два естества не умирали. Будет врать-то. Божество бесстрастно, говорит Анзла Тауст. А если иначе, я думаю, ты еретик, хужария. На кресте умирало только человечество. Потому что крест вещественный. А, говорит, сообразуйте, духовное с духовным. А вещественное с вещественцем. На кресте грех был прибит. И не был он прибит, грех. Грех это не вещественный. Это сексектантом, я уже объясняю. Объяснять-то нечего. Тем более православные кончают академию и прочее. Открывай любое правило, считай. И один только вопрос. О чем говорится и так ли у нас? Почему Игнатий должен вам теперь раскладывать? Я показал сколько. Вы должны найти столько порушенных правил. Сколько я там показал. Какие правила были временные? У меня хватило времени? Я объясняю, что... Ну, у меня данных таких нет. Но, думаю, никто никогда этим не занимался. То, что по житиям сейчас... Это просто супероригинальное. И оно нужно. Но я знаю, каким нападкам подвергнусь я. Что они со мной будут делать? Ну, перетерпим. Перетерпим. Вот сейчас я готовлю. И если это у меня будет закончено, то тут ни один, ни два ролика будет. Ни один, ни два. Это... Да еще с комментарием будут давать. По житиям святых. Так и будет называться. Во свете Библии открытым окон по житиям святым. Добавлю два слова. А когда дойду до поэзии... Так, что? Ты убрал? Так, что-то сказали, нет? Звука нету. Куда-то звук делся. Ни одного слова не слышно. А сейчас слышно? Сейчас слышно. Нет, это что, хочу сказать, спросить. А файлы где есть, которые вы обещали? Какие? По житиям. По житиям. Вы говорили, я сделаю. Я вот делаю, как раз и занимаюсь. Это будет один файл будет. Можно его разбить на два. Вот я сегодня проработал, но это крупным. Там 18 на 150. То есть на весь экран. Да так неудобно. Вы делаете не один, а делаете... На несколько файлов разбиваете. Каждый файл отдельная тема. Хорошо. Я потом разобью по страницам. Вот. Я сегодня, если благополучно вечер закончил, это будет 300 страниц. Но это крупно. Я имею на крупные уже все разделенное там. А их 3000 страниц у меня получилось. Ну, 3000 страниц это не книжных. Книжных-то меньше. Ну, тут другой шрифт и меньше. Я делаю, чтобы легко было считать. И когда будем записывать, чтобы считать, и на экране люди могли считать, как мы уже делали это дело. Это очень удобно. Звук может куда-то деться. Или неправильные слова поняла. Считаю. Человек, он зрительно и аудио слушает. Я уже все вытащил. Все жития эти слепил. Не жития, а по житиям вопросы. 400 вопросов. И я над ними уже работаю. Отдельно подготовлю, я вытащу по поэзии 300 поэтов. Ну, на каждый вопрос, как отвечать за 300 лет. По поэтам. Это будет что-то. Оно уже у меня сделано. 26 том. А это из 8, 7, 8 тома. Я стал брать не по сайту, а прям конкретно из книги это все взял. Думаю, может где-то там пропуск есть. Ну, 400 это вопросов, потому что надо соображать. Людей спроси, сейчас я скажу, ты жития читал? Ну, оно продается, да, читал? Ну, по житиям вопросы какие-то есть, в сравнении с Библией-то. Ну, что человек скажет-то? Ну, может где-то возникло. Ну, 2-3, ну не 400 же. 400 вопросов. И отвечено во свете Библии. И у меня вчера, кажется, мысль эта пришла. Это надо же озвучить, сколько раз люди просят. Озвучить, составить ролики. Теперь надо найти мне хороших часов. Мы многое могли бы сделать до момента, пока уезжать будем. Это на брать Игоря Дебунова, он очень хорошо считает. Я бы тоже сам считал, ну, я себя бракую. Видеть я вижу, слышать это мне не надо. Без зубы я шепелявлю. Можно такую вот сделать ссылку, такую, и в mail.ru выставить. Потому что людей-то много смотрят, да и талантливых тоже людей немало. Вот. И, может быть, кто-то и найдется так из людей, добровольцев в интернете, просто сделать такое, как говорится, видео, и такое людям предложение сделать. Нет, это только рядом должен быть. Интернет ничего не даст. Что, оттуда к нам кто-то приедет, что ли? У нас есть часы. Нет, зачем? Можно по скайпу. Нет, скайп этого многое теряет. Когда мы рядом здесь, снимается, сравнивать не приходится. Даже никакого сравнения нету. Какая чистота. Скайп это у нас вынужденное. Одно дело я раньше насчитывал, когда у меня вот так вот здесь стояли микрофоны, висела дуга, это Гаврилов отец Алеша делал. И другое дело, когда я заново пересчитал, вернувшись из лагеря, на компьютер. Вот как раз вот этот, который у меня Володя сейчас на ушах. Вот она теперь и слушается по всему интернету. Это уже не раз спрашивают. Это уже не раз спрашивают. Спрашивали толкование Нового Завета. Так мы взяли нынче Матфея, начитали с толкованием. По блаженному фифилакту. И откровение она богослова. У нас где-то получилось сколько там, 90 что ли роликов. Это богатый материал. Его, я не знаю, пользуется им кто или нет. Я его и не вижу. Он выставлен, все на нашем форуме. Вы как-то бы залезли, как-то растеребили бы его, чтобы оно достоянием людей стало. Посмотреть там, в каких она в плейлистах находится. А тут-то мы сразу выставлять будем. Она прямо сама заходит. Материалы у нас мы не выдумываем. И при том мы знаем, что это нужно. Житие, прошлое дело. Но в сравнении, когда с Библией, вот тут делается настрой. Я много беру оттуда в положительном плане. На что опираться? Где не сходится? Там анализ, там абсолютная ревизия, которую никогда не делали, никто не сделает. Надо быть православным. И при том нужно, чтобы евангельский православный был. Приоритет отдавая священному писанию. Да сегодня никто этим... Их и нет таких людей. У нас и православный, он, Данил Сысоев. Вот. С сектантов прогулка по храму. Да у меня задача его в храм не заводить пока. Год-другой. Храм надо. А что ему объяснять сектанту? Когда мы натянули туда, что... Я сколько раз пыталась, и ничего не принимается. С Валентиной-то вышли, с Еленой-то. Вы там написали, она очень благодарна. На меня сегодня вышла опять. И там на Максима от Максима-то. Я говорил сначала, что надо меропомазание делать. А когда узнал, что она меропомазана, я сказал, не надо. Не надо. Не надо почему? То есть я имею в виду в крещении. А не просто возврат от сектанства-то. Тут правильно, надо. Я говорю о другом меропомазании. Когда будет крестить ее, то оно над ней было совершено. То силы не теряет. Я говорил только об этом. У нас вот люди приезжают, когда крещение приезжает. Если были они мощеные и помазаны. Помазание никогда не дается. Это действительно. Даймство принимается. А погружения не было. Он погружается трижды и все. Геннадий Петрович, мне сейчас будут операцию делать. Опять шланг менять. Вот как я видел, выставлял. Мне надо сейчас готовиться будет. Ну ладно. А о которой дальше я говорил-то? Которые я дал о этих канонах-то? Добавить к тому, что говорили утром-то? Вы подумайте об этом. Которые я давал нарушения. Вы поняли? Я скачаю видео и сделаю там видео. Кто-то чтобы насчитал. Или полоса ползла. Или нам это насчитать. К этому добавить. Но его надо разбавить тем материалом, который я давал. О нарушениях. Не то, что там вместе слеплено. Это не об этом речь. Это именно о том, о нарушениях конкретно. Когда я показываю в каждом соборе. Сколько нарушено, сколько нет. Это я большие данные выдал. Но только их еще более подробно. У меня этого материала нет. Его просто нет. В то время я книги не писал. У меня это было все только может в одном экземпляре. А у меня все сожгли подчистую. Ну все с Богом. Он говорит даже, что делать там что-то было. А у меня все сжимается внутри. Я не могу ничего сожгли делать. У меня болит все.